всем привет сегодня посмотрим на еще одну полезную команду в линуксе ну а сейчас вы видите огонь если вдруг кому-то интересно интересен огонь то вы можете установить либо бин а потом запустить команду а а файл файл и как вы видите у нас огонь из горит горит и горят тут все к все в аске им коде до аске символы вот ну да ладно огонь это красиво а сейчас познакомься с командой а пропоз а пропоз вот вот так вот сейчас мы очистим экран так вот вот такая команда чё это за команда ну любой может забыть или просто не знать название какой-нибудь команды вот так вот можно поискать с помощью вот такой команды или даже утилиты можно найти нужную вам команду с помощью ключевого слова если вы нажмете просто а пропоз то а пропоз просит искать что же нужно а пропоз давайте посмотрим на help но help у нас не такой уж большой но поддерживается регулярки поэтому можете поиграться с регулярками здесь мы играться сегодня не будем итак давайте давайте что-нибудь поищем и так к примеру а пропоз ну что такое еще раз а пропоз а пропоз выполняет поиск ключевого слова в первых строчках ман таблиц страниц и выводить те строги которые содержат указанное ключевое слово но давайте например апропоз поищем слова р не давайте дэлит как мы видим слова дэлит встречается много где то есть это все из ман страниц в которых было найдено слово дэлит вот ну и здесь мы можем внимательно почитать но хочу сразу сказать что будет также производиться поиск и ну как бы по всем ман страницам и некоторые ман страницы содержит описание сишных функций а может быть даже си плюс-плюс функций вот соответственно вот здесь например мы мы это видим асн один дэлит структур асн один дэлит структур 2 и так далее но не все это у нас си или си плюс-плюс ну либо еще что-то то есть что там у нас в ман страницах может быть но это с одной стороны хорошо с другой стороны не очень но это хорошо тогда когда вы ищете к примеру сишные функции в ман страницах вот давайте к примеру апропоз поищем f-open сишную функцию и вот мы нашли мы нашли ман страниц то есть мы нашли что есть три-четыре ман страниц в которых встречается f-open и так идем дальше вот к примеру он f-open в скобочках 3 что такое 33 это номер раздела то есть все ман страниц разделены на разделы апропоз выводит номер раздела в скобочках в скобочках в скобочках после названия команды так вот вот здесь мы видим что что f-open есть в какой-то ман странице в разделе 3 чтобы вывести информацию только из ман страницы определенного раздела существует опция s давайте сейчас посмотрим s и укажем например третий раздел вот вот так вот так теперь мы отфильтровали то есть грубо говоря вывели информацию по всем совпадениям f-open в ман странице в третьем разделе ну и теперь давайте посмотрим непосредственно ман страницу к примеру f-open man man f-open и и и и вот у нас раз страничка два страничка три страничка и дальше понеслась а и вот здесь судя по всему ну не судя по всему здесь вся информация по f-open вот точно так же так контроль так q нажимаем точно так же можно посмотреть информацию ну давайте вот тифы ф-open откроем и здесь то же самое то есть принципе как вы видите все очень подробно расписано и можно все узнать о команде и либо о сишной функции также можно искать по но используя 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 ну делать поиск по ключевым словам так но тут смотрите на третий раздел третий раздел это у нас как мы видим касался только скорее всего это сишные функции либо какие-то библиотеки если нам нужно нужны функции непосредственно терминалом то обычно это в первом разделе но в первом разделе давайте например поищем слова m empty вот и empty empty вон у нас есть первый раздел как мы видим первый раздел это непосредственно терминальные команды соответственно 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 давайте искать только по первому раздел а про так apropos и будем указывать что нам нужен первый раздел так как нам нужны только команды терминальные команды и давайте поищем такие слова как например move и empty вот вот теперь здесь сишных функций нет здесь только терминальные команды их можно отсортировать их можно отсортировать и это мы сейчас сделаем отсортировать их просто всего лишь нужно весь результат работы вот этой команды перенаправить утилите сорт и сейчас как мы видим все отсортировано в алфавитном порядке конечно же можно еще искать по фразе для того чтобы искать по фразе нам нужно эту фразу включить в кавычки вот например что нибудь такое move empty по move empty мы нашли только одну команду рмдир и вот как раз move empty есть вот соответственно соответственно можно еще использовать регулярку ну в данном случае это пишется вот так вот пишем вот что-то такое то есть мы будем искать все вхождение move после которого идет либо начинается на ф возможно это файлы либо е возможно это empty вот как бы empty директор да ну давайте поищем и что мы видим вот наша регулярка сработала move files move extra move files move ever empty files вот регулярки здесь работает тоже ну и давайте тогда я уже давайте по всем разделам пройдемся еще раз еще раз в каких вот у нас третьем разделе давайте я еще вкратце скажу о разделах то есть в линуксе есть 8 стандартных разделов 8 стандартных разделов сейчас я их напишу итак вот эти разделы то есть девятый раздел он не стандартный стандартные разделы их 8 То есть первый раздел это прикладные программы и командные оболочки. То есть в данном случае вот как раз команды командной оболочки. Второй раздел это системные вызовы ядра. Третий раздел это библиотечные функции. Вот когда мы искали, вот третий раздел, это установленные, есть библиотеки для разработчика и к ним, ну либо просто библиотеки и к ним идут MAN страницы. Соответственно это относится к третьему разделу. Дальше четвертый раздел специальные файлы. Пятый форматы файлов из соглашения. Шестой игры. Седьмой различные описания соглашений и прочие. Восьмой команды администрирования системы. И девятый раздел который не стандартный это ядро операционной системы. Ну давайте, 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 давайте попробуем сделать по... Так или, или, а давайте поищем, давайте поищем к примеру по какой-то буковке и я думаю мы увидим много разных разделов. Итак, а пропоз, давайте буковку А. И так, и что у нас? Вот смотрите, восьмой есть раздел, четвертый раздел. Четвертый специальные файлы. А ну-ка шестой раздел есть. Давайте поищем по шестому разделу. Ох ты, смотрите, шестой. И у нас есть... И у нас... Это игры, шестой раздел. Ну давайте, man.ls. Вот так вот. Чё это такое? Это display animation aimed to correct user who ascends enter ls instead ls. Ага, это тот кто... Это у нас паровозик был. Вот, только здесь, только здесь. SL, вот он. Да. Либо, я так понимаю, с большой буквы. А ну... ЛС. Да, ЛС. Ну это, короче, одно и то же. Это тот паровозик, который едет, если пользователь случайно вместо ЛС написал SL. Вот. Короче, как вы видите, man страницы разбиты по разделу. И каждый раздел относится к конкретной теме. Вот. Ну, думаю, 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 вы немного нового узнали. И узнали, как искать команду. Точное название, которое вы не помните. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok